всем привет сегодня я подвожу итоги своего рукодельного марта в этом месяце прошлом вернее месяце у меня три готовые работы 2 большие 1 маленькая и также есть пополнение пряжи это подарки и после того как я покажу свои готовые работы я покажу свою новую пряжу так давайте приступим так первая работа это кейп пончо видео о котором уже есть на моем канале я оставлю ссылку под видео и в подсказках кто не видел сможете более подробно посмотреть видео я подробно рассказала как я его вязала и показала как вязала узор регланной линии вяжется он очень просто она вернее или он сверху вниз без швов с такими небольшими манжетами вязала я из пряжи alize angora gold 7 ли здесь в 100 граммах 500 метров 75 процентов акрил 25 процентов шерсть рекомендуется ручная стирка но я стирала в машине спицы по рекомендациям 36 я вязала спицами три с половиной миллиметра полностью на все пончо у меня ушло 250 граммов пряжи также спрашивали на какой размер в комментариях связано я не могу ответить я даже не знаю на какой размер она не подойдет если у вас подходит вам горловина и вы вяжете так как я рассказывала видео то она в любом случае вам подойдет здесь на много размеров она такие вообще изделия они не имеют какого-то определенного размера она к сожалению не входит в камеру но фото будет более полностью в полном виде вы сможете посмотреть поэтому здесь даже не скажешь какой размер у меня 50 размер и мне естественно такой размер подходит кроме того я вязала его прямым по нижней части так как я планирую вязать и носить его с юбкой если вы хотите более длинную длину у меня длина 55 сантиметров остальные все параметры я потом видео пока рассказывала по длине рукава не рукавов манжетов воротника и так далее то тогда можно удлинить его провязывая укороченные ряды можно провязывать укороченные ряды не захватывая часть как бы рукава по передней части и по спинке укороченными рядами сделать такую как полукруг также как обычно мы вяжем по горловине также как росток такие же укороченные ряды сделать полукругом на ту длину которая вам необходима но мне нужна была такая длина поэтому я этого делать не стала вязание начинается с воротника я провязала воротник и здесь цель навязанная планка сначала вяжется по прямой воротник резинкой 2 на 2 плюс планка планка у меня связано поперечной резинкой это два ряда изнаночная гладь 2 ряда лицевая гладь повторяется затем я связала после воротника росток хотя многие в таких изделиях росток не вяжут но я все-таки посчитала что с ростком будет лучше связала росток тоже видео там рассказывала как я распределяла росток и затем продолжила вязать с узором регланной линии при делая прибавки в каждом втором ряду и так на всю длину пончо в каждом втором ряду до самого низа и получается очень комфортно она сидит если вы хотите связать на себя главное здесь рассчитать начало только если вам подходит горловина то значит вы будете вязать все правильно дальше если допустим на ребенка вяжите естественно будет меньше горловины меньше длина если вяжите на ну на не не 50 допустим я не за 60 и выше но мне кажется что такая ширина даже на 60 вполне подойдет но очень широкая получается и также по длине здесь вы тоже выбираете сами нужно остановиться вязать по рукаву там где остается у вас длина манжета и все из здесь можно даже короче связать если вы хотите какой-то более длинный манжет и тогда уже конечно само изделие если будет на взрослого человека менее чем вот как у меня 55 сантиметров то тогда уже конечно лучше обязательно связать укороченной длины по переду и по спинке здесь очень легко все примерять на себя процессе вязания так как вверх он будет уже полностью готов вы провязываете какую-то длину примеряете на себя и уже корректируете в процессе вязания здесь не нужно рассчитывать все перед тем как вы начали вязать главное связать образец определить плотность вязания и рассчитать как при обычном абсолютно реглане начала вязания начала вязания ростока все дальше в каждом втором ряду прибавляете и получается вас пончо планка как я сказала цель навязанная когда вы провязали всю длину пончо я по кругу связала манжеты без шва здесь шва нету и манжеты вяжутся по центру рукава и все здесь швов никаких нет вся остальная часть она не сшивается кстати не сказала здесь номер цвета у меня цвет 02 и здесь еще пять процентов металлик есть очень нравится мне пряжа с люрексом вот например на камеру не очень видно а в жизни очень хорошо блестит цвет горчица я очень люблю этот цвет также у меня спрашивали в одну нить или 2 и вязала нет я вязала в одну нить спицами три с половиной миллиметра еще были вопросы по планке по планке спрашивали вязала ли я укороченные ряды это не платочная вязка она так сильно не стягивается хотя она немного по высоте если вязать образец то будет заметно по высоте если вы будете с одинаковой плотностью вязать то вполне возможно это зависит еще тоже от разные пряжи вполне возможно что высота планки будет немножко короче чем высота лицевой глади но здесь я укороченные ряды не вязала я просто петли планки и в начале ряда и в конце провязывала более свободно но в любом случае после этого по крайней мере на этой пряжи выры полностью все выровнялась я вот так во влажном виде немножко подтянула потому что слегка она была вот так подскочила но во влажном виде я вот так все расправила и сейчас она все ровно также спрашивали по vto отпаривал илья планку нет я отпаривала лицевую гладь это я тоже видео сказала лицевая гладь становится вот такой воздушной после отпаривания отпаривала на расстоянии не касаясь полотна я не отпаривала резинку не отпаривала планку и не отпаривала обходила регланной линии только лицевую гладь по нижней части также прошлась естественно когда я закончила вязание лицевая гладь была немного закручена как обычно это происходит лицевой гладью так как закрывала я здесь обычным способом но после отпаривания но вот так все расправляется абсолютно ровно закрыта обычной протяжкой здесь по нижней части и не закручивается один раз достаточно отпарить и дальше она уже не закручивается здесь на рукавах я закрывала иглой с имитацией наборного ряда такое видео тоже есть у меня на канале также я оставлю ссылку очень хорошо тянется и обратно принимает свою форму простой способ думаю не раз еще буду его применять также здесь у меня пуговицы всего у меня 6 пуговиц вот такие очень хорошо подошел сюда цвет 6 пуговиц и обычные петли я вывязывала петли я вывязывала так как я вязала показывала подробно в мужском кардигане и когда вязала регланом я там показывала когда две петли закрывают друг на друга закрываю затем 2 сразу же набираю и провязываю дальше и получается по моему она называется как поперечная петля или продольная не помню ну такие в основном я всегда петли если я вижу петли для пуговиц то я вижу их именно таким способом я это уже не раз показывала своих видео стирала я в стиральной машине при температуре 30 градусов на обычном режиме не деликатная стирка обычный режим быстрая стирка у меня называется 15 минут и обычным порошком с небольшим добавлением небольшого количества кондиционера для белья и отжим 800 оборотов после отпарила я до того как постирала после того как постирала я в некоторых местах слегка еще где было помято немножко отпарила полностью она уже она сохранила вот эту легкость полотна но не стала опять жесткая она не то что сказать что жесткая когда вяжешь но она более толстая получается а после отпаривания очень воздушная хорошо струится вязать также у меня спрашивали с какой еще пряжи можно связать связать можно из любой пряжи но желает очень желательно такие вещи вязать из пряжи которая вот так струится тогда она не будет стоять колом будет хорошо вот так вот по фигуре свисать и конечно это гораздо красивее чем у вас будет просто из какой-то жесткой толстой пряжи она будет колом стоять и такого эффекта конечно не будет а так абсолютно из любой хоть из хлопка хоть и с вискозой пряжа какая-то тоже она как правило хорошо струится и также можно если хотите более летний вариант можно не вязать воротник из летний какой-то пряжи с вискозой связать здесь просто вырез какой-то поглубже и будет как накидка что вот такой вот такая была моя первая готовая работа следующая работа это классический мужской кардиган по нему тоже есть видео у меня на канале также ссылка будет под видео и в подсказках подобный кардиган я уже вязала из alize alpaca royal и сейчас я связала более легкий вариант с меньшим содержанием шерсти из пряжи вот такой я видео говорила это аналог alize superlana классической так цвета сразу скажу светлые 804 темный 28 состав точно такой же как и в superlana 25 процентов шерсть 75 процентов акрил 100 граммах 280 метров то есть абсолютная аналогия она и внешне очень похожа но у нее немножко меньше скрутка superlana более скрученная нить а так вообще само полотно очень похоже и по ощущениям и как ведет себя после этого то есть можно сказать абсолютный аналог так здесь можно стирать в стиральной машине при температуре 30 градусов также и так я и стирала хотя здесь нельзя отжимать но я оставила и отжимы все я вела себя с ней также как веду с изделиями из superlana и в общем-то эффект точно такой же спицы рекомендую 34 я использовала спицы 3 миллиметра хотя вполне можно было использовать и три с половиной довольно плотный плотное полотно получилось но она не толстая особенно после стирки она становится более мягкая как я говорю я всегда добавляю кондиционер для белья и получается то все как надо значит он связан у меня на 52 размер такой вот такие размеры в общем-то подойдут на размеры 50 54 ширина его 58 сантиметров и длина 70 но длину вы понимаете выбираете сами так как все мужчины разного роста по ширине вот я говорю примерно вот такая ширина подойдет на размеры 50 54 видео я подробно рассказала как я его вязала по петлям по рядам здесь я говорю что он похожий на кардиган синий который я вязала из alpaca royal здесь небольшая разница что здесь у меня связаны еще карманы и немножко по-другому набирала планку вот такие красивые пуговицы очень хорошо сюда подошли 5 пуговиц здесь и планка здесь кстати пошире и горловина уже в общем я делала так как попросил муж немножко выше здесь сделала чем в том кардигане первую петлю по уже горловину и пошире саму планку а так ну и плюс карманы как искал остальное все так же как в том кардигане там потому кардигану тоже есть видео на канале вот уже можно посмотреть резинку я также здесь вязала как и в том кардигане мне так нравится не не так сильно видно что спущен рукав здесь вы вязаны скосы плеч и в общем-то кардиган тоже сидит очень хорошо и комфортно я вязала его отдельными деталями сначала спинку затем полочки и рукава вы вязаны из профи из проймы вниз я не по кругу вязала рукава с рукава до со швами то есть когда я связала рукав я соединила рукав и боковую часть одним швом соединяла крючком 3 миллиметра по кромочным петлям соединительными столбиками как я это уже тоже не раз показывала и обычно я так и соединяю свои детали также были вопросы спрашивали если есть животик то что лучше сделать провязать больше рядов полочки или как я из своего опыта могу сказать что в данном случае мне нравится когда не разница между не разница в рядах между спинкой и полочками а когда просто за счет ширины полочек то есть полочка шире чем половина спинки вот за счет этого тогда она в общем-то и сидит несмотря на то что есть там животик или что-то если есть сильная сутулость мужчины тогда вот в этом случае я бы провязала немножко больше рядов под спинки затем это также нужно будет учитывать при наборе рукава из проймы главное чтобы вот здесь осталось одинаковое количество кромочных на остальных петлях набираете рукав независимо от того что здесь на спинке будет больше рядов я думаю это понятно и так значит спинку первые связала затем две полочки здесь делала убавки убавляла в каждом четвертом ряду насколько я помню но видео есть подробно в каких я рядах убавляла убавляла обычным способом после кромочной петли провязывала по две петли вместе лицевой на этой полочке с наклоном вправо на этой полочке с наклоном влево делают убавки все кому как нравится по-разному можно делать наклон в центр планки но я обычно всегда убавки все делаю в сторону в ту сторону где уменьшается полотно иру на рукавах наоборот я убавки делала в центр шва наклон в центр шва хотя и на рукавах иногда я тоже делаю в эту сторону от шва ну так мне кажется как-то получишь получается здесь я вязала резинку по нижней части по планке и по манжетам все остальное связано лицевой гладью на манжетах на планке я закрывала петли просто по узору протяжкой на манжетах закрывала также иглой с имитацией наборного ряда тоже очень мне понравился этот способ он намного конечно эластичнее просто по планке мне не нужно это сильная эластичность хотя тоже при закрытии планки затягивать сильно не нужно немножко когда я начинаю закрывать я смотрю как она ложится она ровно так как в начале планки потому что можно или затянуть или наоборот сделать здесь такую волну это нужно смотреть этим способом очень хорошо конечно очень хорошо подходит для манжетов или для горловины если вяжите снизу вверх и здесь закрываете допустим вяжите резинку сверху тоже очень хорошо такой способ применять будет легко надеваться через голову изделия карманы по карманам у меня также есть подробное видео как я вязала такие карманы ссылку на него я также оставлю на это видео среднего размера карманы по моему по 15 сантиметров до 15 сантиметров шириной и 14 высоту на кардиган ушло около 500 граммов пряжи но он у меня длинный в общем то можно и покороче вязать но 500 граммов хватит темного цвета ушло по моему половина матка остальное это вот светлый так вот такая вторая работа и сейчас покажу еще одну небольшую работу и это вот такая сумка из квадратов получилась она размерами квадрат размер квадратов у меня 35 на 35 от этого зависит величина сумки меньше меньше квадрат соответственно тем меньше сумка мне этого достаточно с обвязкой у меня получилось по моему 37 вот так сантиметров вяжется 3 квадрата и соединяется между собой вот обычные квадраты по нижней части квадрат и по боковым частям пополам вот так складывается здесь я примерно в цвет ручка она сюда в общем то подходит хорошо гибкая хорошая ручка размер получается в общем то не маленький сумки вязала я ее столбиками без накида так сначала сейчас я пряжу по пряжи скажу значит это пряжа полухлопковая фирмы ланоса здесь 85 процентов хлопок и 50 процентов полиэстер в общем то она довольно плотная можно использовать для такой сумки любую жесткую пряжу слишком мягкую не нужно можно хлопок можно синтетику есть очень много разной пряжи которая хорошо подходит для сумок и держит форму но и это тоже в общем то довольно крепкая получилось так черный цвет 960 так сиреневый 946 100 граммов здесь 340 метров в общем то она не такая тонкая как казалось бы по метражу не очень она тонкая так стирать ее можно стиральной машине при температуре 40 градусов температуре до 40 градусов спицы рекомендуют 4 4 с половиной про крючок ничего не написано я вязала крючком 3 миллиметра и вязала столбиками без накида квадраты столбики без накида я вязала поворотными рядами я сначала попробовала вязать просто по кругу как обычным вяжем круг или квадрат по кругу мне не понравилось нет это не было этой рельефности и я попробовала поворотными вязать рядами здесь меня все устроило часть какую-то я провязала сиреневой пряжи затем уже стал очередовать по два ряда черного 2 сиренева 2 черного 2 сиренева и так поворотными рядами вязала эти квадраты вязать такую сумку не обязательно из двух цветов можно использовать разные остатки пряжи разные цвета которые хорошо сочетаются между собой можно из рафии с трикотажной пряжи абсолютно из любой здесь я говорю смысл простой 3 квадрата ручку также можно не обязательно такую покупную можно ручку связать и привязать я здесь ее привязала в процессе обвязки последнего ряда я привязала ее крючком когда провязывала провязывала через эту ручку очень крепко держится боковые петли провязала вместе с ручкой обвязывала вернее соединяла квадраты я также крючком между собой шва здесь нет утолщения очень все крепко держится вообще очень довольно крепко пряжа если конечно вязать ее спицами она будет мягкая более мягкая она нет в общем то не жесткая но для крючка 3 миллиметра и столбиками без накида она конечно для сумки очень хорошо подошла много у меня еще пряжа осталось такой и я думаю что я попробую еще что-то повязать из нее и спицами по рядам у меня получилось я провязала 13 рядов сиреневым цветом и с 14 ряда я начала полоски полоски я начинала в лицевом ряду после из последний цвет я вязала изнаночный ряд и в лицевом делала замену полоски цвета я имею ввиду и 14 ряда провязывала черным цветом всего в квадрате у меня 29 рядов прибавки делала как обычно мы делаем квадрате начинала я с 8 столбиков без накида сделала его в кольцо амигуруми набрала 8 столбиков без накида и делала прибавки во все боковые четыре боковые столбика провязывала по три столбика вместе каждый ряд не через ряд а каждый ряд тем самым увеличивалась количество столбиков по кругу вернее по квадрату в квадрате вот такая сумочка полностью на все пряжи ушло 170 граммов в общем-то не очень легкая 170 граммов если есть два каких-то моточка то в остатке также можно использовать и связать такую сумку если связать квадраты еще больше сумка будет еще и в ширину больше и высоту соответственно больше постирала я ее вручную замочила на 20 минут в кондиционере и разложила горизонтальном положении придав форму потянув растянув как мне надо и все утюг не использовал так это последняя работа была теперь я покажу свои пополнения пряжи и так на три вида пряжи пополнились мои запасы поучаствовала в пополнении моих запасов уже не первый раз танюша пастухова танюша спасибо огромное вы меня балуете спасибо огромное за ваши подарки за эту радость которую вы мне доставляете огромное огромное спасибо итак первая пряжа это пряжа из которой я вязала уже только другого цвета это ализе baby best эту пряжу все знают я думаю 90 процентов акрил 10 процентов до 10 процентов бамбук два цвета у меня от 1 секционный это 66 67 это baby best ботик и просто однотонная baby best это номер 43 так рекомендуют ручную стирку гладить на единицы спицы 45 я вижу из этой пряжи спицами три с половиной миллиметра кардиган желтая показывала есть у меня на канале обязалась этой пряжи там я вязала спицами три с половиной думаю что и сейчас буду вязать три с половиной я хотела что я хотела вообще я хотела связать хейвард попробовать именно из пряжек с полосками и танюша мне посоветовала соединить вверх вязать с полосками а низ дополнить пряжей которая сочетается с этой пряжей за это отдельная танюша спасибо мне даже как-то в голову это не пришло и я буду делать именно так это будет хейвард у меня здесь много три таких и 3 однотонных очень красивый цвет по моему на камеру ярче как-то показывает он более спокойный вот 6 мотков естественно я буду вязать с коротким рукавом не с длинным рукавом поэтому пряжа еще останется но это пряжа чудесная и я всегда найду куда ее использовать такую пряжу дальше следующая пряжа из которой я еще не вязала это пряжа эгита она уже довольно конечно популярная я много видела у других девочек на каналах эту пряжу слышала хорошие отзывы и вот теперь благодаря танюше я попробую тоже повязать из этой пряжи это сто процентов египетский мерсеризованный хлопок 50 граммах здесь 120 метров цвет 168 очень интересно здесь можно стирать в стиральной машине при температуре 60 градусов гладить можно спицы 3 3 с половиной крючок 4 пока я еще образцы не вязала я только открыла пакет он был запаянный обязательно свяжу образец я я уже точно знаю что я буду вязать я думаю что я одновременно начну и хейвард и это изделие это будет что-то типа футболки с ажурным узором в общем вы конечно это все увидите обязательно я все это покажу и возможно сниму какой-то мастер-класс по ней интересная модель мне понравилось и буду вязать она это пряжа очень хорошо туда я думаю подойдет я не знаю по толщине такая сыпучая ниточка здесь много много мелких тонких нитей я люблю их пересчитывать не знаю зачем по моему 7 скрутка средняя не слишком туго но и не слабо вот такая скрутка приятная на ощупь нить и имеет вот такой блеск красивый цвет давно ничего не вязала из такого цвета очень хочется прям очень очень хочется срочно начать но я свяжу обязательно образец и думаю сделаю расчеты и начну здесь у меня целая упаковка 10 мотков естественно на то изделие которое я задумала мне это пряжи вполне хватит даже с учетом того что я в общем то люблю вязать большие образцы и еще одна пряжа которая тоже уже давно популярная но я еще из этой пряжи не вязала это yarnart style вот такой чудесный голубой для васильковый цвет так здесь 67 процентов хлопок и 33 вискоза преимущественно хлопок хотя пряжа очень очень мягкая скользкая и вот эта вискоза она так красиво блестит так здесь 50 граммах сто восемьдесят пять метров я думаю что из этой пряжи можно вязать не только крючком но и вполне можно вязать спицами я очень люблю вязать тонкими спицами поэтому я думаю что попробую и крючком и спицами что я буду из этой пряжи вязать я пока не придумала но конечно это будет что-то летнее возможно тоже какая-то типа футболки что-то цвет 669 очень красивый так ручная стирка 40 градусов гладить на единицы спицы и крючок 3 миллиметра рекомендуют надо пробовать может быть и 3 если кто вязал из этой пряжи расскажите как она на какой на каком номере спиц вязали и вытягивается ли она как ее можно стирать в стиральной машине или действительно только ручная стирка очень часто же рисуют здесь нам ручную стирку а мы все-таки стираем машинки и ничего не происходит здесь отмечено что сушить горизонтальном положении но это видимо из-за вискозы я в общем-то обычно и не рискую если с вискоза изделия то я так и сушу в горизонтальном положении но грешу тем что стираю часто в машине но я знаю что очень много такой пряжи если ее не вязать слишком рыхло она не вытягивается как тоже микрофибра вот у меня дива у кого-то она вытягивается я не знаю на 15 сантиметров у меня не вытягивается даже на сантиметр потому что я вижу два два с половиной на тройке по моему даже ни разу не вязала и крючком и спицами небольшим размером и тоже не отпариваю ничего не вытягивается так все сказала да до 50 граммов 185 метров обязательно буду пробовать вязать здесь у меня целая упаковка и еще танюша один положила видимо для того чтобы я образцы повязала вот такое пополнение моих запасов уже более летние дарище и вдохновение с началом весны уже конечно практически не начала уже почти середина а я еще довязываю свои в общем-то шерстяные изделия но я в любом случае буду и довязывать и даже все равно какие-то я буду начинать потому что я все равно хочу связать из норки которую мне тоже подарили какую-то кофточку белую в первую очередь у меня два вида я хочу начать белую несмотря на то что уже конечно хочется вязать из хлопка полухлопка из вискозы и так далее но ту я точно еще начну а остальные уже буду довязывать которые начаты может быть как-то соберусь и сниму видео о начатых каких-то своих процессах я сама люблю такие видео но почему-то снимать их сама никогда за три года с три года уже четвертый год моему каналу и я ни разу не снимал может быть такое видео тоже сниму чтобы вы тоже видели что же у меня там прячется в общем вот такой был мой рукодельный март большое спасибо что посмотрели я желаю вам неиссякаемого вдохновения всего самого-самого доброго и до встречи в моих новых видео